добрый день друзья сегодня мы поговорим о такой странной теме которая касается программирования больших масс людей то есть население практически всей нашей красавицы земли программирование в части зла в части зла на первый взгляд мы думаем нам всегда внушают это и пытаются нас убедить что весь мир заточен только на то и все властные органы власть имеется в виду не государственная а власть имеется в виду вообще как проявление некой такой силы которая руководит большими толпами людей так вот нам всегда вбивают в голову самой школы с детского сада что нужно вести себя хорошо и что только проводя политику добра и справедливости каждый из нас может достичь счастливой жизни что в этом неправильного правильно все абсолютно правильно но есть на самом деле другая сторона нашего с вами бытия и каждый из нас в свое время касается этой стороны когда выходит на какой-то большой уровень своей жизни когда он перестает быть ребенком и когда все взрослые люди и институты государства и вообще больших территорий земли они к нему обращаются своей повседневной стороной не той которая в человеке воспитывала добро и сострадательность и другие положительные чувства пока он был ребенком а той которая уже отвечает интересам в том числе и интересам государства и правящей элиты элита конечно в кавычках и вот тут возникает всегда парадокс и когнитивный диссонанс как некоторые выражаются в голове в мозгах в интеллекте тех людей которые попадают под этот пресс с одной стороны нам со всех сторон говорят делай хорошо делай так как делают те кто делает хорошо поступая правильно по справедливости с другой стороны этой справедливости ни один человек в своей жизни после скажем так совершеннолетия больше не видит больше не видит это не пустые слова мои это наверное каждый уже обдумывал в своем интеллекте в своем мозгу просто каждый думает на эту тему в силу своих возможностей силу своего интеллекта и свои разно ну скажем так шорстной такой воспитанности образованности осведомленности связи с этим я хочу вам напомнить истоки такого поведения внешней среды по отношению каждому человеку человек каждый человек который родился в любом государстве абсолютно он подвержен некоторым и нескольким сразу воздействием со стороны определенных сил сил силы эти всегда игре реальные чтобы вы понимали то есть они принадлежат не конкретному человеку а принадлежат некоторым сообществом которые проявляют эти силы которые уполномочены некоторыми другими людьми на проявление таких сил по отношению к одному выбранному человеку или каким-то группам лиц называя эти группы лица этих этих людей ну как например преступниками отступниками еще какими-то в силу этого я например вспомню ту самую ситуацию с львом толстым русским писателем который попал почему-то в немилость нашей нашей в кавычках конечно же церкви и она его отлучила придав анафеме анафема переводится с русского языка на русский язык очень просто она это от а фема эта тема церковь придав анафеме льва толстого она ему отключила от темы помните эти уголовные все высказывания кто в теме кто не в теме вот эта тема и касается тема это перевод на русский язык слова или точнее поведение комплекса поведений который объясняет этот комплекс объясняет что человек в теме находится он допущен до некоторых секретов внутренних некоторых пониманий он знает язык он знает производственную профессиональную практику этой темы и поэтому когда говорят предан анафеме это значит отлучен от церкви так и кстати и переводится это значит отодвинут от корыта с едой все больше никаких там этих самых религиозных верхних воздушных небесных божественных чакр здесь не открывается и не закрывается это то что касается вот такого простого примера церковью если говорить о государстве то государство вырабатывает свои какие-то законы они именно так и называются закон икон это тот самый предел за который выходить нельзя законы это те ограждения которые поставлены для нас человеческого стада некоторыми такими пастухами государственными деятелями государство термина буквально обозначает тех кто выпасает это самое стадо буквально это прям вот буквально перевод с буквы на букву и наконец эти законы предназначены только для нас чтобы мы простые люди находящиеся внутри этого стада не перешагивали ну а те которые эти законы принимают вы сами знаете как это делается во всех государствах и наоборот делают законы таким образом и настолько не просветленными не проникающими для сознания непонятными для простых людей чтобы эти законы как можно чаще некоторым количеством людей нарушались и эти люди нарушители становились преступниками в данном случае государственными преступниками то есть когда человек становится государственным преступником он выключается из системы государства больше в этом государстве где он стал преступником такой человек не имеет права по закону опять же занимать никаких должностей получать никакие награды получать никакие премии звания он становится изгоем общества, на котором это самое государство, которое перевело его в такое состояние, обретает право зарабатывания на нем, на этом преступнике, на этом изгое, бесплатные, бесплатные свои какие-то блага. Человека сажают в какую-то колонию, где он работает на государство за две копейки, чтобы только не умер, чтобы поддерживалась его рабочая, исправная такая сила и все. А то, что он прибавочную стоимость какую-то капиталистическую приобретает и дает, он всю ее забирает государству. Вот смысл всех этих введений государственного наказания. Конечно, государство всегда скрывается от общественного мнения, которое говорит, ну что ж ты там наших-то посадил, вот они, ну вот меня до сих пор волнует вот эта ситуация с девочкой, которая нарисовала там какой-то флажочек вот такого размерчика, ее в детский дом, девочке, по-моему, 7 или 8 лет, ее в детский дом упекли, а отца на два года посадили. Правильно или неправильно, я не знаю, но вот по человеческим меркам я как бы считаю, что несколько странным выглядит это наказание, например, на фоне того, что тот же Анатолий Чубайс обворовал государство на миллиарды долларов, на триллионы, может быть, рублей, вывез свободно какую-то их часть в Израиль или куда-то в Германию и спокойно себе сидит там и напевает песенки. И никто к нему никаких претензий не предъявляет. Почему? Да потому что он не рисовал такой флажочек, конечно же, а он рисовал вот эти тугрики, которые наши рубли и доллары вывез туда, но делал он с лицами, которые теперь сидят в этом государстве и крышуют его, чтобы его не привели к какому-то законному ответу за его преступление. Поэтому как бы Анатолий Чубайс преступлений никаких не совершал, и кара-то его только настигла из-за того, вот какая-то, что его изгнали, дали уехать отсюда, что он в свое время выступал против нынешнего президента России. Только из-за этого, если бы он тогда был немножко более прозорлив и не выступал бы против нынешнего президента России, то тогда бы его вообще никогда бы не коснулась ка Россия, и он бы воровал, воровал и воровал в нашей стране и отправлял в другие страны, которым он бы башлял за то, что они есть, просто обворовывая наш российский народ. Так вот, к чему я это все? К тому, что есть определенные институты, которые работают всегда на культивировании зла. Нам с вами, я еще раз повторюсь, рассказывают, что мы должны быть с детства, с самого рождения добрыми, белыми и пушистыми, а по отношению к нам все остальные люди, которые являются в итоге, в конце концов, становятся на государственную службу или на религиозную службу, они получают совершенно другое образование. Те, кто читал Библию, те, кто читал Ветхий и Новый Завет, прекрасно меня понимают, потому что эта книга, на мой взгляд, я не навязываю свою оценку никому, и думаю, что если кто-то в этой книге видит какие-то другие характеры произведения, то право его, этого человека. Я же, когда видел прямые тезисы, прямые слова, указывающие на убийство, на пожирание народа народом, я просто обалдевал, насколько можно быть тупым человеком, тупым человеком, или даже, скажем так, не человеком абсолютно, чтобы верить вот в эту письменность, которая изложена в этой книге. Потому что там, там с первого момента Каин убил Авеля, это уже говорит о том, что книга построена на моменте убийства. Нам говорят через различные фильмы, я много таких фильмов смотрел, которые трактуют буквально, что, мол, типа Каин – это первый убийца в мире, то есть он заслуживает, как первый проходец, некого из своего такого поклонения, что ли. Да, обосновании того, что он убил своего брата, или, я бы сказал, свою сестру по имени Авель, я бы, конечно, эти объяснения учитывал бы, обоснования, но факт убийства его никак не скроешь. Вы же представляете, у нас сейчас тогда вот светские суды выходят, там убийца какой-нибудь и говорит, да, я убил, там, Ваню, Петю или кого-то, но я же был первый, что использовал вот такой метод убийства, поэтому вы меня отпустите, потому что я первый, всех остальных, пожалуйста, сколько хотите, мочите, а я первый, поклоняйтесь мне, внесите в список первых убийц вот таким-то методом убийства. То есть вот до этого нас пытаются довести. И самое интересное, что вся остальная Библия, вся остальная, тот, кто читал, тот меня понимает, она построена на том, что иногда в ней изрекаются какие-то положительные элементы, конечно, они есть, я не могу от них открещиваться, но за ними плотной стеной стоят элементы второго плана, который программирует человека именно на убийство. Как там говорится, например, народу определенного нынешнего государства, что вы придите в земли, такие-то, такие-то, убейте там всех, потому что народы сии и земли сии отданы вам на съедение. Вы представляете сегодняшнюю ситуацию, когда какая-то группа лиц, какой-то народ говорит своим членам, своего народа, своим родственникам, говорит, мол, давай пойдем вот туда-то, в такую-то страну, там, конечно, живет какой-то народ, но он отдан нам на съедение, мы его просто съедим, забьем, а земли и богатство его заберем себе и будем ими распоряжаться по своему усмотрению. Вы представляете, как это выглядит сегодня? А что мы имеем? Так это выглядело и тогда, в те древние годы, о которых как бы пишет та самая Библия. И в те древние годы она объясняла правомерность тех самых убийств и преступлений прямыми текстами, мол, типа, сходите, убейте и заберите. Я вообще, когда работаю над своими книгами, написал я их очень много, и за вычетом детских книг уже больше 30, я просто понимаю и пришел к однозначному осмыслению того, что в древности, в глубокой древности, допустим, раньше 19 века, никаких военных и преступных столкновений не было, кроме, может быть, на какой-то бытовой почве, когда один наступил неаккуратно на ногу другому. Да, вот это могло быть. И могло быть еще животное состояние, как вот сегодня в Диком лесу, когда выбежала косуля, у нее свои законы, выбежал волк, у него свои законы, он сожрал эту косулю, но он не делал по отношению к ней преступления. Он съел ее из соображений того, что он хочет есть, и иного пути питания у него просто не существует. Вот с этих позиций и нужно воспринимать Библию. Она пишет о питании дикарей, диких животных, которые приходят на территории цивилизованных народов. И если всю эту Библию расшифровывать, вот с такой стороны, то получается очень интересный момент. Когда Бог выгнал Адама и Еву из его какого-то рая, Он направил их на территории цивилизованных народов, которые к тому времени уже существовали. И вот эти потомки Адама и Евы пожирали, или пожирают, точнее, сегодня. Это продолжается. Все народы, которые существуют на нашей земле, с той или иной успешностью. Но процесс пожирания идет. И самое интересное, если, как вот раньше мы сопоставили с дикими животными, если в этом контексте это сопоставление продолжать, то получается, что у животных-то выбора нет. Поэтому они просто поймали, загрызли косулю, вот те самые львы или те самые волки, съели, и как бы факт преступности, преступления, он исчез. Просто волк попитался. А здесь получается так. Народ пришел, убил библейский народ, пришел, уничтожил другой цивилизованный народ, сожрал его не в прямом смысле, а как цивилизацию. Присвоил себе дома и все цивилизационные по настроению, которые сделал предыдущий народ, и считает, что поступил так же, как тот самый волк, после которого, после питания которого, не осталось следа никакого преступления. Но это же не так. Вы же понимаете, что это не так. В данном случае, в человеческом случае, преступление, факт преступления остается, потому что поедание себе подобных, не в прямом виде, а в переносном, это тоже преступление, такое же, как поедание и в прямом смысле себе подобных. Ну и, конечно же, вернемся к тому моменту, когда Бог изгнал Адама и Еву из рая. Это тоже самое начало, самое начало книги «Бытия», буквально первая, вторая, третья главы об этом повествуют вообще кусте событий. То есть это вообще самое начало.